приветствую вас друзья привет из южной кореи хочу рассказать вкратце одну неприятную историю хорошо что она закончилась благополучно я думаю рассказать надо в общем когда сюда ехали на пароме приплыли и когда андрюху не пустили мы с андреем поехали дальше с парома там поехали в сиул короче на автобусе там три часа ехать последний автобус в 9 вечера мы все ждали думали андрюха поди выпусти короче потемну уже поехали и что-то в автобусе андрюхи загорелась посмотреть в паспорте и чё нам там поставили на то можно при прохождении границ свой паспорт посмотрел я ему посвятил фонариком говорит а после давай посмотрим еще у тебя и короче достал паспорт и тут меня кто-то отвлек в этот момент или позвонил андрюха короче я отвлекся дать положен паспорт или на колени или на подлопытник ну и все естественно забыл он видать у меня куда-то упал там или между судушек или вот сюда ноги туда короче я очнулся только утром в сиуле когда нам надо было ехать менять доллары вон и там вроде как паспорт нужен был хотя у нас и не просили паспорт на всякий случай давай паспорт искать его по его нет тут я как бы очканул но я не знал что делать начал читать в интернете что в таких случаях бывают когда за границей теряешь паспорт короче там нужно было обратиться в полицию сразу незамедлительно и полиция выпишет справку и с этой справки в течение 15 дней должен покинуть страну нет вариант вообще никак не устраивал я короче принял решение не дергаться куда не обращаться ехать на автобус билеты так можно купить короче уехали мы с сеула в андо здесь давай через ну искать знакомых китайцев кто может по-китайски говорим в общем мы стали пытаться искать найти этот автобус сами я предположил что он завалился между сидушек а там короче написал парню с которым мы на пароме плыли он русскоязычный кореец он и по-корейски разговариваю позвонил ему обратился за помощью к нему чтобы он помог каким-то образом там разыскать потому что нам не с местными переговорились с русскими и говорят типа если найдут его обязательно дадут там на вокзале бюро бюро находок или касса справочное бюро в общем надо ему искать и вы найдете вот тут а у нас билетов вы выкидывали ну на каком автобусе и мне бы не было никаких данных кроме вот но услышу помнили во сколько уходит автобус там и даже мы не знали куда нас привез потому что нас привез на один автовокзал мы потом перешли на другой нас отправили уезжали с другого ну короче два дня этот парень ну не получалось у него есть но он как бы был на пути к этому все равно наверно рано или поздно нашел бы этот вокзал и там в принципе надо было только позвонить и паспорт бы нашелся я как бы уже начал переживать что парень не может найти там ничего не получается пару дней до этого на меня ну вышел наш подписчик вот он у нас телеграм-канале под ником юг зовут его юрий прозвище горыныч родом он братской иргутской области живет в этом бурятии данный момент живет здесь корее ну решил он ну как бы с ним там переписывали все я решил обратиться вот к нему вечером позвонил ему объяснил проблему он говорит ну все я сейчас это знакомого корейца типа попрошу что но он типа завтра попробовать там прозвонить найти там все по своим каналам как ну и все и буквально следующий день после обеда вот когда мы поехали на экскурсию музей по дороге в такси он нам набрал говорит все паспорт нашелся единственное типа проблема нужно его съесть в сеуле забрать уже гора сплечь что паспорт на месте все проблема но только забрать осталось вот юрий большое спасибо он наш подписчик самого начала говорит смотрит еще со старого барака наши все видосы он горит нравится говорится глоток как он говорит там когда смотрю начинаю смотреть типа ощущаю глоток свежего воздуха спасибо большое юра да мы договорились как не все равно пока я здесь заловиться он меня обещал покормить бузами в сеуле есть бурятское кафе байкал там готовят ну как он говорит изумительные музыка национальном бурятское блюдо в общем как-то нам я думаю мы все равно как-то заловимся и уже воочию пообщаемся покушаем бузы еще раз спасибо большое ну и по итогу я на следующий день подошел к хозяину гостиницы нашему кореец тоже через переводчик объяснил ему ситуацию что не может но не мог ли он попробовать позвонить чтобы паспорт прислали но на его гостиниц ну типа поручился он как бы ну так знаете на все думаю на всякий случай сразу ехать но через всю страну мы на юге это надо ехать туда 7 часов на автобусе то есть я терял время деньги все он прям при мне прозвонил там ну свои вот по этим номерам которые уровне там дал ну где мой паспорт лежит он туда позвонил сначала что-то там переговорил ну и все мне тоже через переводчик пишите по мне надо тоже вот воспользоваться этой службы экстренной службы доставкой грузов типа ну там заплатить на деньги да все вообще не вопрос в общем заплатили деньги там ну и все на следующий день мне привезли паспорт сюда в гостиницу я с работы пришел у меня в дверь воткнут конверт с моим паспортом вот теперь я его ношу с собой куда ни девай а то ну очковатая скажу я вам друзья вот корея здесь как бы уже сталкивались неоднократно с тем что тут не воруют и люди настолько сознательно что они вот эти вещи танцы какой бы не был там телефон дорогой говорят любая вещь какую бы ценность она не представляла ее никогда никто не возьмет мы себе если где-то ее найдут там кто-то забыл там оставил юра тоже кстати берутся в автобусе телефон также оставил сдали тоже отдали там его доходы и он догнал потом тут вот насчет этого вообще мы тоже там ходим ходим пакеты поставим на улице прямо на лавочке гостиницы пойдем другие магазины сходим приходим все вместе и говорят никто никогда ничего не кроме и нас предупредили кстати приехали русские здесь встретили что ну вот увидите где-то будет лежать на телефон или еще что ни в коем случае не пробуйте просто мимо проходите типа ну здесь короче по-другому нету такого же типа нашел это мое и она ни твое не трогает